История между речи Самары и Кенеля исчисляется веками. Находки археологов свидетельствуют о том, что люди селились в этой местности еще в эпоху Мезолита. А оседлое освоение Междуречия жителями Центральной России началось чуть более трех столетий назад. В 1586 году, чтобы защититься от набега кочевников, была построена крепость Самары. Но заселение Самарского заволжья стало возможным только после прекращения борьбы с калмыками в 1673 году. Освоение Кенельского района, восточного и юго-восточного районов нашей губернии, началось с 1683 года, когда Самарскому мужскому Спасопреображенскому монастырю были пожалованы рыбные угодья на реке Самарке на 40 верст от Кенельского устья до города Самары. В 1695 году, во время похода по Волге, Петра I сопровождал известный государственный деятель и следователь за Волжья князь Яков Долгорукий. С его подачи началось усиление юго-восточных границ. Так было положено начало строительству Волжского флота и крепостей Алексеевск, Сызрань, Сергеевск. Добрый день, дорогие друзья! Программа «Путь паломника» приветствует вас в Кенельском районе в поселке городского типа Алексеевка, прошлое которого связано не только с остановлением Самарской губернии, но, как вы уже, наверное, поняли, и с историей российского государства. Сегодня в поселке две действующие церкви в честь Владимирской иконы Божьей Матери и во имя Алексея, Человека Божьего. О последней мы и расскажем в нашей сегодняшней программе. В 2008 году в благословении митрополита Сергия началось возобновление приходской жизни в нашем поселке, именно связанное с именем преподобного Алексея Человека Божьего. Окунаясь в историю, глубинку нашего Отечества, мы видим, что духовная жизнь именно в нашем поселке зародилась еще в 17 веке. В феврале 1700 года, в день тезаменистого сына царя Петра I Алексея, на слиянии рек Самары и Кенеля был заложен главный защитный форпост города Самары. В новособленной часовне осветили начало строительства крепости и назвали ее в честь цесаревича Алексеевск. А в октябре уже на покров крепость была готова, и вот в этой маленькой церковном приходе уже осветили эту крепость. Она сыграла огромную роль. Крепость стала верным щитом для Самары и получила, самое главное, большую популярность в округе. Сюда стали приходить, и потом казакам, которые тем, кто служил в крепости, закончив службу, им разрешалось жениться, поселяться вокруг крепости. По указу Петра I здесь в честь своего сына, вернее, его небесного покровителя, был заложен храм в честь Алексея Чека Божия, в честь Алексея Петровича. Этот храм, по описанию исторических, был величественным, хоть и был и деревянным. Но, к сожалению, в середине XIX века из-за большого пожара в селении сгорела церковь. И после этого было решено построить уже каменный храм. Уникальность этого храма заключается в том, что он находился фактически на самой высокой точке поселка. И даже описывается в истории, что для него, по указу императора, даже колокола отлиты. В 1722 году сюда привезли три колокола необыкновенных с Уральского завода, звон которых, ну, здесь же не было ничего построено, звон которых доходил до Сырейки, Чубовки, других сельских деревень окружающих. То есть на очень большое расстояние этот звон колоколов. Ну, а на Троицу здесь всегда была большая ярмарка. И колокол собирал у всех. В 1731 году из переселенцев был сформирован Закамский ландмилицкий пеший полк, который спустя два года переименовали в Алексеевский пеший ландмилицкий полк. Эта воинская часть действовала до 1915 года. В 2014 году в храме преподобного Алексея Человека Божьего состоялась торжественная божественная литургия, приуроченная к открытию памятного камня, посвященного 31-му Алексеевскому пехотному полку. Возглавил богослужение епископ Кенельский и Безенчукский Сафроний. По завершению литургии все прихожане во главе с правящим архиереем прошли крестным ходом к месту освящения памятного камня. Это событие – свидетельство того, насколько дорога жителям Алексеевки история Отечества и память о своих предках. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Была создана рабочая комиссия, которая занималась проектированием памятника. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Памятник был создан в основном на общественных началах. Это первый памятник на всей территории Самарской области, посвященный конкретно воинскому подразделению, которое непосредственно формировалось на территории нашего поселения. И эти традиции уходят глубоко в корнями в нашу историю. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Среди боевых воинских частей Алексеевский пехотный полк занимал особое место. Поэтому и стал полком первой очереди Российской императорской армии. Мы много знаем про Измаиловский полк, про Гвардейский преображенский полк. Но наш Алексеевский 31-й полк по событиям и служению Отечеству не уступает им. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Полк участвовал в присоединении Крыма в 17 веке при штурме Отчакова. Он участвовал в битве при Бородино. Битве Малый Ярославец – это война 1812-1813 года. Он совершил поход в Париж, после чего был дислоцирован в Польшу. Участвовал в Севастопольской битве, где бои были настолько жестокие, что из шести батальонов полка осталось всего в строю три батальона. Он участвовал в Первой мировой войне. При прорыве Самсонова полк попал в окружение. И чтобы знамя полка не досталось врагу, тот, кто отвечал за знамя, был обернут этим знаменем и был похоронен вместе с ним. Знамя полка не найдено до сих пор. До наших дней дошла фотография поручика Головинского, сохранившего знамя полка. На фотографии, которая хранится в библиотеке нашего храма, запечатлен сюжет молебна перед Первой мировой войной. Как раз этот молебен был совершен на этом месте в 1914 году. К сожалению, как мы видим, храма здесь сейчас нет. Есть только поклонный крест. Это поставили прихожане в знак того, что здесь когда-то был храм, куда их предки приходили, молились, совершали таинство, молились о воинстве, молились о властях, молились о себе, о своих близких. И в дар прихожане собрались и водрузили на месте бывшего храма как раз поклонный крест. Как раз с изображением иконы Владимирской Божьей Матери. И как раз на фотографии виден вдалеке, на горизонте, уже как раз каменный храм. Он как раз находится на той возвышенности улицы Пушкина, который самый первый был разрушен. А на этом месте деревянный храм, мы, как знаем, был переоборудован в клуб. Северный завод выделил 5000 на пристрой для библиотеки и танцевального зала. Вы представляете, в этом месте стали показывать кино, устраивать танцы. Это, в общем, как говорится, совершенно не шло, шло в разрез с православными канонами. И тяжело переживала верующая Алексеевка. Вот это все. Со временем, из-за ветхости уже, в 70-х годах он был разрушен. И его разобрали эти бревна. Некоторые умелые жители использовали для строительства своих частых домов. Что было в советское время, пристрой сделан. Все сгнило. Вот там вообще в труху церковные здания, само вот эти бревна остались в великолепном состоянии, как будто их только-только, в общем, построили. И поэтому многие здесь были те, кто купил их прямо под строительство своего дома. Церковь стояла на холме, вокруг большой рог был. Там были, говорят, и захоронения местных священников. В общем, от холма ничего не осталось. И когда на этом месте стали строить первые жители, которые купили дом, поразительно, они стали уходить из жизни. Потихонечку, как говорится, все равно обжили это место. Остались воспоминания жителей о том, как уничтожали, разоряли храмы в поселке. Когда снимали колокола, произошло очень удивительное событие. Двое молодых парней, активистов, полезли снимать колокола. Один скатился с крыши и, в общем-то, поломал себе ногу и руку. А второй спрыгнул. Это был комсомолец, первый рабочий. Очень интересный и добрый человек. Он соскочил, как говорится, удачно. Сказал, ну вот, а мне ничего и нет. Хотя стоят старые бабушки, и одна и говорит, видишь, что произошло? Она говорит, а мне ничего нет. Она говорит, подожди, сынок, и тебя наказание Божие догонит. Догнала. Через много лет он покончит жизнь самоубийством. Одна моя прихожанка, она уже покойная, она рассказывала о событиях, когда она еще, будучи от Раковицы, видела, как разрушали тот каменный храм. И люди выносили иконы, разбивали. Люди не местные были. Люди, которые пришли. И даже, она говорит, они были как разбойники. Выносили, разбивали, топтали иконы. И вышла одна девушка молодая, комсомолец, разбила иконы под ногами бабушек. И говорит, ну где ваш Бог? Как он накажет меня? Видите, я что сделал? Одна старая жительница, которая очень любила этот храм, вышла и говорит, доченька, не пришло еще твое время. И как описывает, что на лишнем, к сожалению, судьба ее была очень плачевной. В Алексеевке жили очень верующие, преданные церкви люди. Они пытались сохранить иконы из разрушенной каменной церкви. Собирали обломки, склеивали, прятали у себя дома. Сегодня в храме можно увидеть некоторые спасенные таким образом святыни. Вот этот образ боголюбской иконы Божьей Матери с клеймами святой мученицы Дарьи, ангела-хранителя, в наш храм принесли прихожане. Они, к сожалению, переехали в другой регион. Но эту святыню, они говорят, не можем вывезти с поселка. Хотим, чтобы она стала здесь, в храме, так как она, как семейная реликвия, передавалась именно в эти тяжелые годы советского времени. Икона была очень разрушена. Ее очень долго реставрировали. Даже рестораторы говорили, что может произойти даже заново в левкасанности, уже написать ее икону. Слава богу, усилим они настолько отресаривались, сохранили даже эту чеканку по краям иконы. Видите, икона преобразилась, не потеряв своей, можно сказать, исторической ценности. Стала святыня нашего храма. Многие люди приходят, молятся перед этим чудотворным образом, просят о чем-то. Видно, Божья Матерь по молитвам свершает. Люди оставляют небольшие свои дары перед этим чудотворным образом. Икона Божьей Матери. Еще одна сохранившаяся, особо чтимая в поселке икона – воскресение Христова с клеймами двунудесятых праздников. Образ отреставрировали. И в каждой из важнейших после Пасхи двенадцати православных праздников возлагают на центральный аналой. Вот это еще одна святыня из древнего храма, разрушенного в годы революции. К сожалению, невозможно было вынести огромные иконы, потому что их нужно было где-то хранить. Прихожане взяли маленькие иконы. И даже из страха Божьего, говорит, хранили в чердаке, засыпаны были листьями, чтобы не нашли. Все эти тяжелые времена сопережили, они эти святыни принесли уже в храмы. Конечно, многие иконы уже были подъедены жуками, подверглись тлению. Некоторые иконы осыпались. Ну, слава Богу, иконы были отреставрированы, теперь являются, вот видите, украшением нашего храма. Тем более святитель Николай является самым, наверное, почитаемым святым во всем мире, который почитает не только христианин, но даже люди, исповедующие другую веру. Вот теперь этот образ является не просто украшением, является, знаете, таким духовным камнем нашего храма. Все-таки прикладываясь к тем святыням, которые были всегда в нашем поселке, это все-таки, знаете, как тот духовный бисер, который нас связывает вот именно с престолом Божиим. Как раз эти образы, которые были в разрушенном храме. К сожалению, икона преподобного Алексея Человека Божьего из разрушенного храма не сохранилась. Очевидцы рассказывали, что образ забрали люди верующие. Но сведений о дальнейшей судьбе святыни нет. К открытию нынешнего Алексеевского храма прихожане написали новую икону. После завершения первой божественной литургии ее положили на аналой, ознаменовав тем самым, что преподобный Алексей Человек Божий является небесным покровителем прихода. И как раз здесь находится частичка мощей Алексея Человека Божьего, привезенной в 14-м году летом из города Рима. Ну, это является одной из самых почитаемых святынь нашего храма. ПЕСНЯ 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 Глядя на уютный, небольшой, но ухоженный храмик, трудно представить, что совсем недавно, в 2008 году, это был простой вагон. ПЕСНЯ 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 Отец Сергий и прихожане не оставляют надежду на то, что у них еще будет просторный храм, построенный по всем православным канонам. ПЕСНЯ 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 И Бог даст в этом году, хотим уже заложить основание нашего храма. Для этого уже фактически все приобретены блоки, только нужно разрешение строительства. Алексеевка всегда славилась колокольным звоном. И поэтому пока не начато строительство храма с колокольней, в приходе соорудили временную звонницу. Конечно, нашлись доброходы, которые оценили идеи наших прихожан и воплотили ее в жизнь. И как раз украшает уже благозвучим наш поселок как раз сбор этих колоколов. Призывает людей на молитвы, также в особо торжественные мероприятия, свадьбы, какие-то мероприятия, у нас совершается колокольный звон. Прихожане не просто посещают храм. Они с радостью участвуют в социальном служении. В нас есть актив прихожан, который занимается сбором вещей для неимущих, малообеспеченных семей. Также актив молодежный нашего прихода – это выпускники нашей воскресной школы, воспитанники нашей воскресной школы. Занимается тем, что помогает жителям нашего поселка, именно нашим прихожанам, которые, к сожалению, имеют возможности элементарно сходить в магазин, что-то приобрести. Помочь на огороде, помочь по дому. Хотелось бы порадоваться за наших детей, воспитанников воскресной школы, младшей группы и старшей группы, что для нас стало традиционным проведением больших рождественских пасхальных мероприятий. Вот не так давно на Рождество у нас прошло 8 утренников. К сожалению, стены нашей воскресной школы не могут вместить сразу всех. Вот где-то мы распределили желающих посетить наш праздник по 50 детей. Примерно где-то у нас 400 детей посетило. И можно посчитать, что пришли не только дети, а пришли их родители, пришли бабушки и близкие друзья. Снег в небе летит. Мы не возбраняем приходить к любым детям, не только к прихожанам, но и всем пожелающим детям нашего поселка. Даже детей некрещенных и исповедующих другую веру. Насколько они затем интересуются православием, интересуются жизнью нашего прихода. Интересуются даже верой православной. Даже вот пришлось уже покрестить одних детей, которые были рождены в инославной семье, приняли православие сами осознанно. Я считаю, что, наверное, все-таки это вклад тех людей, которые трудятся через это малое ниво пропаде Евангелия. Господь, обитись нам в слышании святого Евангелия, Господа Бога молись! Господи, помилуй, Господи, помилуй! Помяните, яка же глагола вам, Ищесы в Галилеи глаголя, Яка подобает сына человеческому, Преданно быте в руце человек грешник, И пропит убыте, и в третий день воскреснуте, И помянуши глаголы го, и возвращись от гроба, Возвестиша вся сия единому надесите, И всем прочим. При подготовке к сегодняшней программе мы использовали материалы из книги «История Междуречья», которую написали местные краеведы и истинные патриоты своей малой Родины. Поселковая библиотека носит имя одного из авторов книги – Владимира Ивановича Кривобокова, педагога, мастера спорта по легкой атлетике, человека, для которого чувство долга перед земляками – это не просто слова. Здесь есть стенд, посвященный его памяти. Советуем всем, кто интересуется историей родного края, обязательно прочитать эту книгу. Найти ее можно в приходской и поселковой библиотеках. На этом все. До свидания. И храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok